Всем привет! С вами Игорь! И сегодня наконец-то я получил свой аккумулятор с Китая. Это здесь, в этой коробке должен быть он. Ну, я надеюсь. Это литий-железо-фосфатный аккумулятор. 4 банки тут должно быть по 105 А. Синенькие такие банки. Вот это вот продавца. Видите? Литокала. Ну, самый такой популярный продавец на Алиэкспресс. Вот это вот Литокала. И шел он очень долго. Очень долго. Уже закончились у меня вот эти вот 72 дня. Которые там отведены на доставку максимум грузов этих вот. Уже по-моему, в тот день, когда закончились эти 72 дня и пришла смс ко мне, что приехал аккумулятор. Наконец-то! Последние месяцы я вообще переживал и беспокоился. Смотрелся. Там столько видео негативных про вот эти вот аккумуляторы есть от блогеров, тоже альтернативщиков. И побитые приходят, и с отламанными клеммами. Ну, короче, стал переживать даже. Ну, что покупка такая, как бы сказать, не дешевая. Купил я его 11-го, 11-го. Там какие-то скидки супер-пупер были. За 121 доллар. Вот этот вот аккумулятор с доставкой совсем мне вышел 121 доллар. Короче, сейчас будем смотреть. Вот, будем надеяться, что все будет нормально. Ну, надеюсь, что содержимое этой коробки не будет соответствовать названию продавца. Магазина продавца, да. Будем надеяться. Итак, начинаем распаковочку. Вот это, я думаю, вверх. Ну, что тут видно, что... А, по упаковке. По упаковке упаковка вроде бы нормальная, так, более-менее целенькая, видите, да. Я ее сейчас вот кручу. Пробитых таких частей, что совсем нету. Нижняя часть вот тоже, да, нормальная. Никаких пробоин здесь нет. Вот единственное, что вот этот угол, вот видите, наверное, он смятый. Он вот так вот, я не знаю, или это что-то тут лежало на этой коробке, или она падала на этот угол. Ну, вот видите, да. Вот этот угол, угол вообще он такой, как бы, смятый, видно. Но хотя, на него надавить, то там не чувствуется, что что-то твердое есть. Тут достаточно много должно быть пенопласта. Я смотрел распаковки таких аккумуляторов, поэтому я не чувствую, что тут что-то твердое, что-то должно отломаться. Наклейка. Наклейки. Что тут на наклейке написано? Ну вот, можете это почитать сами, если там оно увеличило его, я не знаю. Ну, я сейчас почитаю, что тут пишется, что у нас в Украине это Эсперо Сантов занимается доставками. Вот, они мне часто эти грузы доставляют. Написано, килькисть мисс одна штука, вес 8 килограмм, 550 грамм. Ну, примерно, да, это так и должно быть. Максимальная сторона 30 сантиметров, огляд не дозволено, у разе невручения повернути через 7 днів календарных днів. А куди повернути, я не знаю. Наверное, этому доставщику. Вот. Ну, короче, вот такая вот наклейка. Итак, начинаем распаковку. Смотрим, что тут у нас они нам прислали. Китайцы наши любимые. Ну, с другой стороны, конечно, кто-то скажет, риск большой. Да, риск большой заказывать с Китая вот такие вещи, как аккумуляторы. Потому что, ну, если брать в Украине, то как бы проще, быстрее, можно вернуть, 14 дней работает. А тут уже, ну, что пришло, то и пришло. Можно, конечно, спор открыть, но это, знаете, нервы и все такое. Так, заклеено тут нормально. Я думаю, никто его не распаковывал. Пакетики. Что тут у нас? Пакетик какой-то желтый. Что в этом пакетике? Ага, болтики, ой, гаечки и пластинки. Вот. Такие вот гаечки. Гаечки на 6, по-моему. Да, на 6, не на 8. И вот такие вот пластиночки. Это, я так понял, соединять аккумуляторы. Но пластинки вроде не медные. Не какие-то вроде как стальные. 4 пластинки. Не, мягкие, мягкие. Гнутся хорошо. Значит, какой-то медный сплав. Это, наверное, просто, что блестящие, это луженые, наверное. Ну, что-то мягкое такое. Мягкие, тяжеленькие такие. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, здесь у нас, видите, все тоже в этом, ну, не пенопласт, это такое, типа, вспученный полиэтилен. А то есть, есть такой утепляющий, вспученный полиэтилен. Тут обмотано еще и скотчем все. Я не знаю, как это даже отсюда вот достать. Ну, будем резать, наверное, скотч. Вот. Сейчас. Сейчас будем резать. И смотреть. А, нет, это надо, наверное, вытрушивать. Все. Ну, что так мы ее не достанем. О! Вот так вот, да. Вот так вот они пакуют. Тут все, видите, обложено вот таким вот толстым. Тут он как бы в четыре слоя. А, это я ее перевернул, выпускаю же. О! Видите, запаковали, конечно, вижу. Бомба запаковали, просто отпадно запаковали. Вот. Вот у нас вот это дно. Дно аккумулятора. С переворачиваем наверх. и снимаем вот это все вверх. Вот так вот. Легким движением руки. Парарам, папам. Вот такая упаковочка. Видите, да? А тут засыпихивай, клеммы продавили немного пенопласт. Но это не страшно. Но упаковка очень толстая. Я не знаю, что надо сделать, чтобы пробить вот это вот, продавить. Вот это очень добротное. Мне понравилось. Итак, сами банки. Смотрим, осматриваем сами банки. вот банка. Кстати, никаких выпуклостей я не вижу. Там писали, что какие-то они выпуклые. Ну вот даже смотрите, вот одна банка, да? я не вижу никаких. Она абсолютно ровная. Что здесь написано? Литокала 3,2 вольта, 105 ампер, моденчина 2021-11. Ну, говорят, что это наклейка не производства, не дата изготовления, а дата упаковки в ящик. Вот так вот, да, получается. Ну, целая абсолютно. Банка абсолютно целая. Абсолютно. Я очень доволен вот этой банкой. Так, следующая банка. Прокладки между ними. Вот такие вот. Следующая баночка. То же самое. То же самое мы видим. Плотная, ровная, без всяких повреждений. Контакты держатся хорошо. вторая банка тоже очень неплохая. Дно тоже не пробитое нигде, нигде, нигде. Все нормально. Вот это что это за приклейка тут такая непонятная. Ее надо отклеивать. Пускай будет, не будем отклеивать. Так, третья банка. Третья банка. Ну, тоже, тоже третья банка, я вам скажу, нормальная. Все, контакты держатся, клеммы держатся. Все в порядке. Дно не пробитое нигде. Вот видите, плоскость тоже, я не вижу никаких вздутостей. Абсолютно нет никаких вздутостей. Абсолютно. Так, четвертая банка. Ну, и четвертая банка такая же самая, я вам скажу, да? Ну, я вам скажу, такой вот предварительный осмотр меня очень радует. Предварительный осмотр, очень даже неплохие аккумуляторы, ничего не побито, нигде. Все целенькое, как видите, опять же, ну, никаких вздутостей, все плотненько, банки такие тяжеленькие. Ну, по 2 килограмма они точно есть, точно есть. Так, ну, такие вот баночки, да. Ну, короче, побитого ничего нет. То, что я смотрел, даже вот сейчас две банки сейчас складываю вместе, смотрите, вот, видите, они абсолютно плотно прилегают одна к другой, то есть никакой щели не нет, они не играют, ничего, то есть абсолютно плоские банки. Это уже прекрасно. Так, ну, что еще? Ну, давайте еще померяем напряжение. Сейчас я на паузу поставлю. И так, продолжаем наше видео. Смотрим первую баночку. Ну, я же говорю, по качеству сборки, ну, ничего не, мне очень нравится, ничего не шатается тут внутри. Так, ну, вот, у меня такой вот есть вольтметр, он, ну, довольно-таки примитивный, и он не показывает даже десятых напряжений, он показывает только целые вольты, поэтому, что я тут мерить буду, я даже не знаю, ну, хотя бы так. Три вольты. Сейчас он даже моргает почему-то на четыре, как такое может быть, он же тут не может быть четыре. Ну, Хотя не, моргает иногда четыре. Три, три-четыре почему-то. Разве тут может быть напряжение около четырех вольт? Я вроде слышал, что они до 3, 3,6 или три. Короче, я в этом еще дилетант не соображаю, не знаю. Так, вторая банка меряем. Вторая баночка у нас тоже самое. Три и моргает на четыре. Ну, покажу хоть одну банку, сейчас покажу, что оно тут показывает. Ну, это такие, конечно, у меня замерения таким вольтметром. Вот, видите, да? как оно показывает? три. Три иногда промаргивает четыре. Я так понимаю, что это почти, ну, может быть, больше к четырем получается, чем к трем, раз оно или где-то посередине между три и четыре. Хотя сейчас просто три показывает. так, третья банка. Меряем тоже. Ну, то же самое. Три вольта. Три моргает иногда четыре. Вот только что моргнуло четыре. В основном держится три, но иногда моргает четыре. Это, я так понимаю, все-таки ближе к трем. Может быть, три и пять, три и четыре вольты. Нормально это, ненормально, я не знаю. Пишите, какое у них должно быть напряжение. Я в этом с аккумуляторами вообще, ну, сталкиваюсь очень редко. У меня аккумуляторы были только на электровелосипеде. Это один раз свинцовые и второй раз литие, которые мне плохие сделали. Короче, я разочаровался, можно сказать, в этих аккумуляторах. О, но теперь все равно пришлось с ними связаться. Ну, и тут та же самая картина. Три показывает. Моргни хоть разок, что не воргает на четыре. А, моргнуло на четыре. Ну, все то же самое идентичное. Больше у меня никогда аккумуляторов не было. я даже как бы зарекся с ними связываться с этими аккумуляторами. Вообще любыми. Ну, что считал, что это... Ну, вот потом, как вы знаете, такая вот у меня необходимость возникла для плота. Вот именно для плота я их брал. Вот, чтобы можно было, как мы с Толяном последний раз гребли до темноты на плоту веслами последних два километра, потому что солнце зашло и мотор уже не работал и пришлось гребти. такое весело было, но лучше не надо. Вот, поэтому решил взять вот такой вот аккумулятор, вот такие четыре баночки, 12 вольт тут получается, 105 ампер, я думаю, для моего моторчика на 280 ватт лодочного этого вот так вот хватит на полдня плавать. Ну, конечно, будем еще смотреть, какая тут емкость замерять, я не знаю, правда, как это сделать, может, это ваттметр можно сделать моим, те, что у меня на солнечной электростанции, замерить просто расход, типа, вот, ну и все такое. А, еще есть вопрос, но сейчас я нажму на паузу, чтобы время... Так, вот в чем, собственно, вопрос, хочу я подружить вот этот аккумулятор с вот таким вот зарядным, ну, все знают, что это за зарядная, я думаю, это самая дешевая зарядная на Алиэкспресс, 12-24 вольты, 40 ампер, это 40 амперная, вот, ну, что тут, максимальная входная мощность 520 ватт, если на 12 вольт, если на 24 вольта, 1040 ватт, максимальная, ну, такой вот дешевенький контроллер, вот, тут, ну, короче, все знают, что это такое, короче, вопрос у меня, можно ли вот этим контроллером от солнечных панелей, я думаю, еще купить для плота 4 гибких 100 ваттных солнечных панелей, 4 штучки гибких, там, 18 вольт, по-моему, или 20, холостой ход, ну, как раз, вот, под этот контроллер они годятся, эти 4 гибких панели 100 ваттных, вот, и заряжать этими панелями, или всеми, или одной, наверное, всеми лучше, вот этот аккумулятор, можно ли это сделать, вообще реально ли, теоретически, хотя бы, годится ли этот контроллер для заряда этих аккумуляторов, и что мне еще надо, чтобы заряжать вот этим контроллером, через, от гибких солнечных панелей, вот этот аккумулятор, может, какой-то сюда надо, этот, как они там, балластеры, или как они там, БМС, не, не БМС, а регулятор напряжения, ну, по-моему, не знаю, можно ли, вот, пишите, короче, я не понимаю, в этом, этими аккумуляторами, я первый раз сталкиваюсь, можно ли, вот это, подружить, я не знаю, вот этот, ну, это самый дешевый солнечный контроллер, самый дешевый, синенький, 40 ампер, на 40 ампер, вот, и получится ли у меня заряжать, если нет, то, чем лучше заряжать, вот, лучше будет заряжать, и вот, тем блочком, что у меня есть, понижайкой, ДЦ, ДЦ, не знаю, короче, пишите, что мне надо, вот, еще к этому аккумулятору, докупить, чтобы оно все, ну, и для чего я его купил, я уже говорил, да, в основном, для плота, и для лодки плавать, по воде, ну, и также, для аварийного, энергообеспечения дома, в случае отключения электроэнергии, там, какой-то аварии, оборвались провода, я его, буду подключать, через маленький инвертор, у меня есть, я его потом еще покажу, это автомобильный такой инвертор, там, но правда, там чистая синусоида есть, хороший инвертор, 300 ватт он выдает, ну, там, для света, зарядки какой-то, циркуляционного на солнце, чтобы протопить хотя бы печку, ну, это уже вообще там такая ситуация, что света нет там долго, вот, тоже для этого аварийного обеспечения, то есть, он у меня будет и, на всякий случай, для дома, и, но, в основном, для лодки плота плавать, ну, вот и все, короче, доставка, я доволен, никакой спор, я, наверное, открывать не буду, ну, хотелось бы еще на емкость их проверить, но я не знаю, как их проверить на емкость, а, еще вопросик, может, мне их взять, вот эти вот все, этими перемычками, и просто соединить параллельно, параллельно соединить, чтобы выровнять напряжение на всех банках, ну, что я не знаю, какое здесь напряжение, оно должно быть, в принципе, одинаковое, но у меня, как видите, вольтметр такой же, он не то, что там, я видел на каналах, тоже, ютуберов, что там даже сотки показывает вольта, у меня даже десятки не показывает, просто целые вольты, короче, нужен мне нормальный вольтметр, наверное, заказывать, хотя вот этот вот показывает десятки, может, вот через этот попробовать подключить, хотя на каждую банку не получится, короче, вот такая ситуация у меня, да, скор тут, в принципе, я смотрю, не о чем даже и поднимать, аккумуляторы, ну, хорошие, на вид качественные, не побитые, без всяких дырок, смятин, отломанных контактов, ну, внешним видом я доволен на все сто, на все сто, я могу сказать доволен, внешний вид, ну, меня удовлетворяет полностью, никаких ждутостей, никаких вмятин, вообще, даже маленьких каких-то вмятин, нет, все, все отлично, я доволен, рад, вот, ну, на емкость, конечно, как они будут работать, это еще надо проверять, это не так быстро, я еще не знаю, как это сделать, ну, все, короче, всем пока, до следующих видео, хороший, я считаю, продавец, ну, во всяком случае, мне нормальное пришло, все, всем пока, 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 субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,